Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях Татьяна Викторовна Одинцова, председатель Совета депутатов Администрации Одинцовского городского округа. Здравствуйте, Татьяна Викторовна! Здравствуйте! Очень рада вас видеть в нашей студии. Поздравляем со всеми прошедшими праздниками, с Новым годом, с Рождеством Христовым. Желаем крепкого здоровья вам, вашим близким. И, безусловно, всему нашему депутатскому корпусу, который в эти праздники не сидел без дела, конечно же, вы занимались добрыми делами и продолжали работать. Татьяна Викторовна, три года назад президент России Владимир Владимирович Путин дал старт акции «Елка желаний». Она проходит во всех регионах, во всех практически городах нашей огромной страны. И, конечно же, Одинцовский округ принимает в ней самое активное участие. Члены фракции «Единая Россия» ежегодно осуществляют мечты десятков мальчишек и девчонок нашего округа. Расскажите, пожалуйста, об этой акции, потому что это такое доброе, большое дело. И я знаю, что все депутаты партии «Единая Россия» с удовольствием принимают в ней участие. Спасибо большое за предоставленную возможность. Я тоже хочу поздравить всех вас, вашу редакцию, телевидение ваше доблестное, Одинцовское. С наступившим Новым годом и, конечно же, с наступающим крещением. Хочу всем пожелать здоровья и счастья. Хочется сказать то, что Владимир Владимирович хорошую акцию утвердил на нашей земле. Это «Елка желаний», которая радует во многих уголках России наших ребятишек. И, конечно же, наш Одинцовский городской округ не остался в стороне. Я хочу сказать, и глава округа Андрей Робертович Иванов, и Совет депутатов в полном составе фракции «Единая Россия», конечно же, принимают активное участие. Мы готовились к этой акции, делали опросы нуждающихся ребят, предложения были. Поступали от родителей детей-инвалидов, от детей-сирот. Такие категории детей, конечно, хотелось бы им сделать приятное, намного больше, чем они ждали. Конечно, есть заветное желание. И они были. И донесли до нас, до всех. И мы с удовольствием готовились снять этот волшебный шар, волшебное пожелание и выполнить. В этом году порядка 30 ребят приняли участие в «Елке желания». Поместили на елку свои желания. Давайте посмотрим, как это было, потому что съемочная группа телеканала ОТВ находилась в этот момент, когда вот те самые заветные волшебные елочные шары переворачивали депутаты и говорили о том, о чем же мечтают ребята. Говорят, под Новый год случаются чудеса и исполняются желания. Благодаря ежегодной акции «Елка желаний» дети из многодетных и малообеспеченных семей получают подарки, о которых давно мечтали. И, конечно, это всегда возможность под Новый год, когда такие праздничные дни, Новый год и Рождество, когда все встречаются с семьями. Это самый теплый домашний праздник у нашего народа. И, конечно, всегда есть те, кому хочется оказать особое внимание, помощь, поддержку. В этом году подарки получат дети из 30 одинцовских семей. Такая акция давно стала доброй традицией. Наверное, даже трудно сказать, что это акция. Мы уже не первый год участвуем. И для нас это только радость. Потому что, я думаю, что любой ребенок ждет чудо, какого-то неизбыточной мечты. И вот сегодня мы с нашими депутатскими корпусами, нашей фракцией сняли вот эти замечательные открытки, увидели вот эти пожелания, обязательно их исполним. Если каждый из нас сделает хоть одно доброе дело, мир обязательно станет лучше, уверена Лариса Лазутина. При поддержке администрации акция охватывает всю территорию Одинцовского округа. Татьяна Викторовна, что просили ребята в этом году? Ну, вот на первое место это Лего. Но Лего уже конкретное. Для мальчиков одно, для девочек другое. Просили, конечно же, дети-инвалиды. Много интересных вещей. Это велотренажеры, такие серьезные. Самокаты, велосипеды тоже просили. Но мне досталось, например, две куртки зимние. Красивые две зимние куртки. Я с удовольствием двум братикам подарила эти куртки больших веземах семье. Мы тоже с вами находились в этот момент рядом. Предлагаю посмотреть, как исполнилось желание двух братьев из больших везем. Новый год – время, когда исполняются все желания. Дима и Коля Сермягиной попросили теплую одежду. Их семья находится в трудной жизненной ситуации. Зима в разгаре. На просьбу откликнулись депутаты-единороссы. Ребят поздравили с наступающим праздником и подарили зимние куртки. Фракция «Единая Россия» уже несколько лет подряд проводит вот такую акцию в преддверии Нового года. И мне сегодня было приятно вручить подарки одной семье. Два мальчика. Два мальчика, которые обучаются в коррекционной школе «Гармония», которые находятся в Горловке. Мне приятно было сегодня передать им теплые куртки, которые им очень нужны. Они были очень рады. Партия «Единая Россия» уже несколько лет успешно реализует проект «Елка желаний». Самые заветные мечты детей исполняются перед Новым годом. Вот эти куртки, они так их ждали. Но хотелось что-то еще больше. И, конечно, берешь с собой конфеты, какие-то сладости. Хотелось еще дополнительно что-то подарить этим ребятам. Но у них была такая искренняя улыбка, такая радость была в глазах. Они очень довольны были. Вы уже об этом сказали, не остался в стране. И Андрей Робертович Иванов, он один из первых поддержал эту акцию еще три года назад. И, конечно же, в этом году ему тоже выпала честь исполнить желание мальчика. Он вручил ему долгожданный заветный подарок, но практически в канун Нового года. Это здорово, то, что мы все вместе. Вы знаете, очень хочется всегда принять участие в этой акции. А вот если говорить о том, кто может стать тем самым волшебником, который исполняет мечты маленьких ребят, кто им может стать? Вы знаете, любой человек. Вот в прошлом году был звонок, даже мне, говорит, а можно я поучаствую, принесу подарки, пожалуйста, приносите. Приносили спортивную обувь. И мы связались с комиссией по делам несовершеннолетней, Ольгой Георгиевной Лемаровой, и она нам сразу дала адреса. И эти чудесные люди поехали по этим адресам, вручили эти кроссовки. Вы понимаете, в этом году, кстати, никто не позвонил. Может быть, еще до крещенских морозов от нас акция длится еще, продолжается она. Но все-таки еще старый Новый год впереди, впереди крещение. Есть еще вот этот временной задел, когда могут еще все те, кто сегодня посмотрят программу, принять участие в этой акции и стать тем самым Дедом Морозом. Да, поэтому вовремя сегодня эта программа. И я думаю, что найдутся такие люди, которые позвонят и скажут, а можно мы? Мне, конечно, хотелось бы отметить, вот у нас есть Кембриджская школа в Заречья. Вот они уже второй год. Заранее где-то в октябре уже начинают звонить. А можно мы примем участие активное с вашими ребятами, которые... Да, конечно, у нас есть интересная школа наша, Надежда, Гармония, Старогородковская школа-интернат, где ребятам можно помочь. И они в том году, ну, может быть, сказать, где-то 40% детей их приняло активное участие с родителями. В этом году значительно больше. И они сразу в две школы выехали, да, и сделали такие уникальные подарки. Родители с учениками, своими детьми упаковывали, подписывали все. Вот очень интересно. Вот Кембриджскую школу хочу отметить. Это частная школа, да. Но они прям вот им нравятся. И преподаватели-иностранцы тоже включились. Один преподаватель из Австралии. Он говорит, ой, мне так нравятся ваши детки. Делайте им подарки перед Новым годом. Татьяна Викторовна, акция проходит уже третий год. Вот, на ваш взгляд, количество благотворителей с каждым годом растет. Людей, которые хотят принять участие в этом мероприятии. Конечно, растет. Хотят помочь детям, оказавшимся и в трудной жизненной ситуации, и детям с ограниченными возможностями здоровья. Количество желающих растет. И дети как-то уже по весу мне подарки заказывают. Вы знаете, так открываешь листик и смотришь, а справишься ты с этим заданием. А вдруг тебе из мира фантастики что-то закажут? Ну, пока мы вроде бы удовлетворяемся. Ну, и роботы, и... Роботы, самокаты, вертолеты, телефоны, планшеты, тренажеры. Ну, и вещи. Спортивный костюм, кроссовки, зимние сапоги. Сапоги, я помню, еще были у нас. Для девочки. Зимние сапоги для мальчика. Пишут размеры конкретно. Но в основном, конечно, это лего. Конкретное лего. В том году, я помню, я замучилась искать это лего. Но все равно нашла. Желание было исполнено. Ни один ребенок не остался без подарка. С этим желанием. А это не то, что желал ребенок. Как ты будешь выглядеть? Скажут, ну что, вы меня обманули. Поэтому стараемся. Или делаем звонок. Вот бывает так, что ребенок где-то увидел в рекламе, а нам не завезли. Нам не завезли это лего. Начинаем звонить, переговоры вести. У нас есть все контактные телефоны родителей этих. И они рассказывают, что ребенку спрашивают, а можно мы заменим? Хорошо, тогда вот это мне. И вот Дед Морозову передают другую информацию, что можно вот это купить. Какое самое желание вас в этом году удивило? Мне удивило то, что, понимаете, такая создалась ситуация, что родители, которые воспитывают детей инвалидов, они сейчас видят очень много в интернете тех возможностей, те тренажеры, которые реально невозможно купить за свои деньги. Если у нас школа, благодаря правительству Московской области, губернатора и главы округа Андрея Робертовича Иванова, мы оснастили всеми видами проблемных вопросов по здоровью, тренажерами специальными, то дома тоже нужно проводить ряд мероприятий. Например, вот сейчас, да, две недели отдыхали. А невозможно дома, потому что этого нет. Как ребенку, которому надо делать столько-то упражнений, да, процедуры, это сделать невозможно. За бюджетные деньги приобрести невозможно. Поэтому вот как раз-таки елка желания, они заказывают, что дайте мне тренажер. Конечно, было очень приятно мне за своего коллегу, за Нину Васильевну Гинтову, да, которая, вот ей попался ведь такое желание, как купить тренажер для девочек одной семьи. Я представляю, она говорит, я бы сама его отнесла в семью, но он очень тяжелый, этот тренажер. Поэтому пришлось и доставку. Я помню, что она очень сил приложила много, чтобы найти этот тренажер, тот, который действительно нужен этим девочкам. Да. Ну, нашла, и вот видите, Дед Мороз принес. Ну, это прям чудо, что... Да, и вот чудо, то, что не новосельно досталось, да. И, с другой стороны, вот именно тот самый волшебник Дед Мороз, все сошлось. Да. И вы знаете, как-то вот так сходятся, да. И родители такие счастливые, довольные. И Дед, ну, Дети, это надо вот хорошо, что вы снимаете, показываете. Мы тоже делаем с ними фотографии, оставляем, а они такие довольные дети. Потому что многие дети, у которых мы, они не могут, и сейчас в ковиде, да, эпидемия, не могут посещать массовых мероприятий, ездить куда-то на большие елки. Мы знаем, массовые мероприятия сейчас в основном запрещены. Поэтому то, что мы выходим домой с этими подарками, с гостинцами, то, что вы снимаете, показываете, конечно, это чувство такого праздника, новогодних чудес. Безусловно, благотворительная акция «Елка желания» это не единственная акция, которая за прошедший год прошла на территории округа и в которой в самой активной участии приняли депутаты-единороссы. Была и коробка радости, да, когда игрушки, книги были, передавались в больницы, в стационары, в поликлиники, в детские комнаты. И какую радость получают маленькие пациенты? Да, вот эти проекты, конечно, которые у нас идут по линии фракции «Единая Россия», они уникальные. Вот кто бы мог подумать, что мы сделаем такую шикарную детскую комнату в наших... Я помню, первый раз мы делали, по-моему, в Никольской больнице, в детской нашей больнице, да, в Одинцово. И когда все это оборудуется для специально маленьких детей, чтобы они в больнице ощущали себя такими же детьми, как и дома и в детских садиках. Конечно, это хороший проект. И мы все туда тоже, нам понравилось тоже, покупаем игрушки. Я хочу сказать, что «Елка желания», все говорят, ну вот, наверное, им кто-то что-то купил, дали деньги. Нет, это все мы сами покупаем за свои личные деньги, абсолютно за свои личные деньги. Заработанные. Идем и покупаем, и заказываем. От чистого сердца нам это очень нравится. Продолжаются проекты поддержки ветеранов, проекты поддержки старшего поколения. И мы знаем, что и телевизоры, и холодильники, и где-то микроволновые печи вручали. Вообще 2021 год, как, наверное, и 2020, они, с одной стороны, были достаточно сложными в плане ковидной ситуации, в плане ограничительных мер, но, с другой стороны, они все прошли под знаком благотворительности и волонтерства. И, безусловно, вот ваша команда, команда депутатов фракции «Единая Россия» здесь главные помощники и в первых рядах. То есть вы сначала развозили продукты, потом готовились к 9 мая, когда хотелось, и когда ветераны не могли выйти, да, и куличи разносили к Пасхе. То есть это вот все прям вот как звенья одной цепи. Мне хотелось, конечно же, отметить Кирея Вячеслава Ивановича. Я не знаю, какое у него сердце, наверное, самое большое у нас в округе, потому что вот этот волонтерский поезд, который он прям в первые дни пандемии создал, действительно, это был автопоезд, который развозил все продукты по всем пунктам, забирал там где-то на окраине Подмосковья, очень далеко из Одинцовского городского округа, да, и все это доставлялось, а потом разносилось нашими депутатами по квартирам нуждающимся, да, конечно, или Гильда Александровна, она в возрасте у нас все-таки наш почетный гражданин, да, Гильда Александровна, но все равно она обзвонила порядка там 15 тысяч пенсионеров и предлагала тоже, спрашивала, разговаривала с ними и спрашивала, нужна ли им помощь. То есть она была на связи с людьми старшего возраста, с ветеранами педагогического труда, с другими там жителями, которые ей поручено было обзвонить, она сама сказала, дайте мне, вот она была членом горячего штаба, вы понимаете, все нашли себе работу, все ездили, посещали, навещали, развозили, освещали куличи в храме, потом развозили, понимаете, вот каждый был, как-то и не думали мы о болячке, мы вообще не знали, что это такое, да, ездили по больницам, возили фрукты, возили розы букетами, вспомните, вы тоже снимали. Хотелось как-то сделать вот такой праздник. Ну, конечно, вот роль главы, это вообще, не знаю, столько переоборудовано уже в рамках пандемии и в рамках благотворительности, вот тоже огромное сердце у Андрея Робертовича, потому что там тоже самая главная поддержка была от главы. Это столько, нет, не 5 тысяч куличей, а 20 тысяч куличей, вы понимаете, давайте всем, вот давайте всех порадуем в пандемии, понимаете, это же вообще. Люди делали вот от чистого сердца, эти проекты, если бы не они, я не знаю, как бы мы выжили. Мы же одни из первых приняли эту вот эпидемию. И вот благодаря этим проектам, благодаря нашим активным жителям, а эту елку, которую вот принесли Константину нашему Федоту вот перед Новым годом, вот какое-то, да, вот такое внимание, оно, конечно же, окрыляет человека, и человек живет и радуется. Кстати, спасибо огромное. Телеканал Одинцова тоже вы поздравили в канун Нового года, подарили елку, пышную красавицу, которая теперь украшает наш холл и радует всех наших гостей. Вообще, мне кажется, что чем мы будем лучше, добрее друг к другу относиться, чем больше мы будем друг друга слышать, стараться помочь кому-то в сложной жизненной ситуации, то, наверное, мир станет чуточку добрее и лучше. Лучше жить в добре, чем в зле. Это уже доказано. Это продлевает жизнь, это интересно и хорошо. Татьяна Викторовна, что бы Вы пожелали всем нашим телезрителям? Ну и, конечно же, о чем Вы мечтаете? Я мечтаю, чтобы побыстрее закончилась эта эпидемия, чтобы мы опять проводили большие красивые мероприятия, и спортивные, и оздоровительные, и образовательные. Тоже уже мы хотим видеть эти балы наших старшеклассников и последние звонки, потому что ждут наши ребятишки этих мероприятий. И, конечно же, бессмертный полк, который мы уже привыкли, знаем, очень любим и гордимся, что у нас это есть. Первое, что я хочу, чтобы это быстрее закончилось. Чтобы быстрее это закончилось. Это первое. Второе. Конечно же, чтобы все люди были добрее друг к другу. Чтобы улыбались. Я не хочу быть никогда грустной. Мне больше нравится улыбаться и делать добро. Когда улыбаешься, делаешь добро, и как-то жить хочется и веселее на сердце. Я желаю вам всем добра, мира в доме, в каждом, в мира в нашей стране, потому что мы знаем, что сейчас очень тяжелая обстановка. Чтобы был мир во всем мире, чтобы никто не ссорился. Тогда мы много чего сделаем, будем довольны и будем красивы и счастливы. Спасибо, Татьяна Викторовна, вам, за то, что сегодня пришли в нашу студию. Мы вам желаем тоже крепкого здоровья, сил, энергии. И чтобы все ваши желания обязательно исполнились. И я еще раз напоминаю, что те, кто хотят принять участие в акции «Елка. Желание», еще могут это сделать. До крещения. Пожалуйста, весь январь. Звоните, обращайтесь либо в отдел по делам несовершеннолетних, либо напрямую Татьяне Викторовне Одинцовой. И, возможно, именно вы исполните заветное желание одинцовских ребят. Спасибо вам. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Специальное интервью». Оставайтесь на нашем канале. До свидания. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.